привет друзья в этом видео хочу рассказать насколько важно пароизоляционная пленка как ее правильно крепить либо мой горький опыт о том как я не знал как это правильно делать начну с того что здесь я уже немного переделал перецепил пароизоляционную пленку потому что изначально я вообще не понимал для чего она нужна я постелил металлочерепицу сделал вентиляционный зазор уложил гидроизоляционную пленку подшил три слоя минеральную вату ну думаю зачем пароизоляционная пленка господи все равно через гидроизоляцию пар все равно не будет удаляться это была моя ошибка пар через гидроизоляционную пленку проходит наверх через вентиляционный зазор выходит на улицу а пароизоляция не дает пару проходить из дома попадать в утеплитель в минеральную вату у меня был уложен пароизоляция очень неправильно у меня были щели здесь под коньком сантиметров 5-10 это я все закончил где-то осенью зимой же когда оставил я эту стройку до весны зимой поднялся и обалдел просто у меня на этих стенах полностью вот так вот были мокрые стены потому что пар попадал в минеральную вату конденсировался истекал мочил мне всю стену что я решил я решил вообще гениально просто придумал сорвал всю пароизоляцию открыл балконную дверь окно на проветривание думал все выветриться через пару дней поднялся тут с каждого стыка минеральной ваты настолько ниагарские водопады были просто что лужи на полу просто сращивались в одну огромную сплошную лужу что я решил предпринять перебил пароизоляционную пленку поплотнее постарался насколько это было возможно несмотря на то что она там в дырках уже посрывал я ее и решил оставить до весны посмотреть что будет высохнет ли минеральная вата вообще либо ее просто нужно будет все выкинуть и заново стелить новую значит вот уже наступила у нас весна были хорошие ветреные дни наверно попросыхала вот здесь здесь в этих в этих отвесах были реально лужи просто вся пароизоляция вся конденсат весь постекал сюда здесь просто каталась вода сейчас здесь ничего нету я надеюсь что сейчас я буду срывать эту пароизоляцию потому что я хочу настелить еще один слой минеральной ваты и потом уже сделать все правильно постелить ее на двухсторонний скотч чтоб пар реально не проходил что больше об этой проблеме не вспоминал и так я хочу сейчас я буду срывать посмотреть высохла ли все таки минеральная вата вообще сама по себе потому что почему я вообще решил сказать это видео потому что когда я столкнулся с этой проблемой то я не нашел ответа в интернете о том сохнет ли минеральная вата сама по себе в толще крыши то есть многие писали что нужно снимать там ее выставлять на улицу сушить либо вообще выбрасывать и покупать новую я почти уверен что сейчас я посмотрю здесь минеральная вата наверно будет сухая вот здесь конденсат конечно остался вот есть влага видно капельки сейчас посмотрим дальше вот друзья ответ не сохнет не сохнет минеральная вата сама по себе скорее всего нужно менять ее будет вылилась лужа воды из минеральной ваты вот вам весь ответ спасибо за просмотр друзья старайтесь не допускать ошибок в пароизоляции и хорошей вам стройки всем привет еще раз хочу добавить небольшое видео по поводу ваты к моему предыдущему я снял всю вату с потолка и что оказалось оказалось что вся влага вся вода была не в вате вата самого не напитала влагу она была между слоями точнее на в принципе на последнем слое перед гидроизоляцией поэтому с этой ваты ничего не случилось единственное последний слой у меня была каменная вата она просто разлезлась я не понимаю почему может из-за влаги может из-за чего но я ее просто по кускам разбирал я обязательно покажу видео я снял видео с обзором на минеральную и на каменную вату поэтому посмотрите что с нее осталось но а вот эта вата в принципе вообще не намокла то есть я ее достал с потолка с нее капельки воды просто стекли и она оказалась сухой я ее разложил по комнате подсушил немножко но это в принципе даже не надо было потому что она реально вся была сухая поэтому я эту вату легко смогу использовать еще раз в утеплении последний слой кину 4 слой 4 слой 5 сантиметровой ваты поэтому в принципе если у вас такая ситуация случилась с намоканием утеплителя то имеет смысл наверное его снять положить он выветрится но лучше конечно не нарушать технологию и делать все по правилам спасибо